Да? Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Какие вопросы, сестра? Мир тебе, брат! С миром принимаем! Ну вот я тут недавно пересмотрела несколько роликов Игнатия Тихоновича, Геннадия Фаста, перечитала в Библии эти стихи про рождение свыше. С Вячеславом мы тоже обсуждали эту тему, с сестрами. И вот у меня вопросы, и я вот тебе их задала, и мы с тобой решили по видеозвонку их обсудить. Да, у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? У нас тоже все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Не против. Я тоже не против. Итак, первый вопрос. Все-таки, что значит родиться свыше? Вот для самого человека, как он это ощущает? И внешне, как другие? Вот, видя его, говорят, вот человек изменился. Мы читаем деяния святых апостолов, вот, ну и еще, конечно же, и толкование прикладываем, да, что мы делаем на занятиях, то, так скажем, картина вот этой вот библейской общины, она открывается пред нами. Как они жили, какие у них были стремления, как они были готовы умереть за Христа, начиная, конечно, с их столпов. Когда Господь вознесся, то 12 апостолов, они показали пример героизма внесения Слова Божия. Вот, вот эта вот вспышка вселенского масштаба, святитель Иоанн Златоус в одной из бесед говорит, что насколько мы, а он говорил в городе Антиохия, насколько мы слабы, что не можем обратить здесь язычников в город-то многолюдный. По тем временам это, ну, мегаполис, вот, 12 человек заквасили всю вселенную. Ну, это он неоднократно говорил во многих беседах, это одно из доказательств, что-то произошло. А что произошло? Они что, придумали что-то, идея какая-то у них? Нет, Христос воскрес, они шли и умирали за Христа. И вот эта община, ну, и многочисленная, я как бы в одном таком, в одном лице говорю, многочисленная община, конечно же. Мы читаем это, что когда апостолы оставались в Иерусалиме, рассеявшись, шли и благоествовали Слово Божие. Все уже, этот огонь невозможно было остановить. Произошло рождение свыше? Несомненно. Вот, наверное, первое, что можно отметить, признаки рождения свыше, это благовестие. Когда рождается человек, духовно, и благовествует, его уже не остановить. Он будет всячески искать, ему будут препятствовать. Вот, это вот как раз первый пункт, который необходимо отметить. Вот, рассеявшись, шли и благоествовали. Причем, не обязательно они были высокого сана, потому что не написано, что это апостолы. Апостолы были где? В Иерусалиме. Вот, это были простые проповедники, простецы. Вот, мы когда изучали историю церкви, древней церкви, в семинарии, на этом учился три года, и говорили как раз о том, что в древности очень распространенно было такое явление, как ходячие проповедники. Не обязательно, что они были рукоположенные. Можно так сказать в общем, что Господь их рукоположил. Харизма была такая, то есть, Дух Божий их вел, и они проповедовали. Были лже-проповедники, вот, об этом тоже говорится. Право святых апостолов, чтобы таковых там не принимать, проверять. Если он там задержится, два или три дня, то что получается? Задержится где у кого-то там, может, вкусненькое. То есть, определялось очень просто. А если дальше идет, он горит, рожденный свыше, это проповедник. Иди, делай дело Божие. Вот. Ну, а еще какие признаки? Так сказать, лакмусовая бумажка. Вот в химии есть такое понимание, лакмус. Как учитель, помнишь. Я, да, индикатор. Я преподавал химию не один год. И пользовались мы этими лакмусовыми бумажками. И вот такой индикатор, можно отметить, кроме благовестия, тяга к Слову Божию, любовь к Святой Библии. Как относится такая душа к Святой Библии? Рожденный свыше, его не надо будет подвигать к этому. Он во время, не во время будет открывать. Такой проповедник был Ярл Николаевич Пести. Он в одной из бесед своих говорит о том, как нужно читать Слово Божие. Как читать, изучать. Если вы не успели утром прочесть, прочтите это в транспорте. Если не в транспорте, на работе свободную минуту. Опять зависло такое, наверное, в первый раз. Тема-то серьезная. Можно радоваться, что дело богоугодное выделать. Так, ну вообще сейчас зависло все. Подождем немножко. Так, Господи благослови. Про Ярла Николаевича Пестия говорил, что нужно читать Писание регулярно. Не получилось у вас утром, читайте его в обед. В обед не получилось, вечером или еще там как-то какие-то варианты. То есть, Любовь к Святой Библии. Вот о чем у нас постоянно об этом, Гнат Тихонич, во все колокола, можно сказать. Пища, да? Да. И, конечно же, такая душа, которая рождена свыше, любит Слово Божие, будет заучивать Слово Божие. Оно будет для нее, для этой души живо и действенно. Вот, естественно, тут следующий шаг это занятие, такая душа воспринимает на бис, так скажем. Помню свои молодые годы, духовного, так скажем, становления. На занятия бежал, как на крыльях. Кажется, кроме этого ничего не было. Вот занятие, услышать Слово Божие, узнать толкование. Конечно же, проповедник яростный и жгучий, он зажигал сердца. То есть, его эрудиция, его знание, его любовь к Слову Божию. Это, несомненно, зажигало сердца наши молодые, тогда, в 90-е. Как говорят, лихие 90-е. Вот. Еще бы я выделил такой пункт, это стремление к общению с верными. То есть, себе подобными. Птицы слетаются к подобным себе. Написано в Священном Писании. Истина обращается к тем, кто упражняется в ней. Это вторая половина стиха. Обычно первые говорят, а вторая вот такая, что. Истина обращается к тем, кто упражняется в ней. Общение с верующими, это в радость будет приносить. Общение на разных уровнях. То есть, конечно же, в первую очередь нести благую весть. Дальше делать добрые дела. Какие-то посещения больных. Если человек от общения скрывается. То есть, это о чем может говорить. То есть, он говорит, я не могу общаться. Причины могут быть разные. Не было рождения свыше. Или какой-то тайный грех. Который не дает нам открывать сердца друг пред другом. То есть, тут много может вариаций быть. Нашел еще там кого-то, с кем интереснее общаться. Но опять же, наверное, главная причина нерожденность свыше. Потому что Писание говорит, что это жертва благоугодная Господу. Послание к Иерии. Общение. Да. Вот это вот. Не раз Виктор Андреевич, когда призывает там у вас. Заходите. И эта жертва не раз повторяет благоугодная Господа. Вот смотри, мы переходим ко второму вопросу. Как происходит это рождение как раз? Ну хорошо. Давай я закончу сейчас. То, что я тут вчера размышлял и набросал некоторые пункты. Еще индикатор. Это вводимость Духом Божиим. То есть, такой человек вводимый Духом Божиим. Как это? Ну, рожденный свыше на вопрос только не будет задавать. Как это? Он это ощущает. Может даже каждодневно. Вот особенно, когда, допустим, такой пример, очень такой яркий. Когда мы были в миссионерских поездках, мы проехали не на газели, а на молитвах. На ангелях. Можно сказать и на ангелах, или еще как-то. Потому что были моменты, когда мы были просто в миллиметрах от столкновения, от аварии. Буквально в миллиметрах. Просто никак не объяснить. За нас молятся и Господь нас сохранял. Это и горение наших сердец. И в то же время так все складывалось, что просто невидимая Божья рука нас оберегала в этих миссионерских поездках. И в длительных, и в коротких. Водимость Духом Божьим, что касается лично каждого. То есть это связь с Богом. Когда человек молится и получает просимое. Если не получает, он понимает, что это Господь ко благу делает. Святитель Иоанн Златоуст по поводу молитвы, очень много у него бесед. И говорит, что мы не получаем, причин может быть много. И одна из причин, что Бог не желает нам сразу давать чаду своему. Он знает, если даст этому чаду, забудет, отойдет. Ну, как, забудет о благодеянии. И просто не будет благодарна. И Господь не дает началь ему. Другая причина, что это не полезно. Но, во всяком случае, эта душа, она понимает, что если Бог не дал, это тоже ответ на молитву. Он благодарит Бога, такая душа благодарит Бога, что слава Богу за услышанные молитвы, слава Богу за неуслышанные молитвы. Значит, пока мне это не надо. Или исследует, что произошло. То есть, вот водимость Духом Божиим. Я говорю Богу, Господь мне говорит в Писании. Это двухсторонняя связь, и она отображается в нашем сердце, эта связь. Как это в сердце? То есть, Слово Божие, оно говорит внутри его. Господь сказал мне. Господь слышит меня. И эта связь двусторонняя. Конечно, могут сказать это превозношение. Это уже обычно такое мы слышим. В отношении, особенно к Игнату Тихоновичу. И братьям, кто чаще беседует. Свой адрес тоже неоднократно слышал. Да, и прелесть, и гордость, и превозносишься. Дело в том, что здесь непонимание со стороны того человека, с кем мы беседуем. В Писании написано, 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что не может разуметь, а всем надо насудить духовно. То есть, то, что происходит с духовным человеком, он может и другие духовные разуметь. А душевный это не воспринимает. Он может называть это гордость, прелесть, ну и так далее. Я, говорит, и не задумываюсь об этом, а вы вот так говорите, как у вас такое высокомерие со стороны. Но это все было уже под солнцем. Вот, я просто на компьютере не получилось, хотел открытие на экран вывести. Ну так, выведу. Галатам, 4 глава. Читали, кстати, не так давно мы, на вечерних молитвах по главу. Я обратил внимание на следующие стихи. Галатам, 4, 6. То есть, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Авва Отче. То есть, Блаженый Феофилак толкует, только Духом Божиим это познается, что Он мой Отец. Когда Дух Божий касается, душа рождается свыше. Отец называет, Авва Отче. Вот, я вчера вспомнил такой фильм, 59-го года он, Судьба Человека. Ничего себе. Смотрела когда-нибудь? Судьба Человека пошел... Это про Мересева? Про кого я не расслышал. Мересев, Моресев? Нет, нет, там про одного советского воина, как он во Вторую Мировую, Великую Отечественную, попал в плен, прошел все круги ада, можно сказать. И когда возвращается домой, там проходит уже много времени, а дома-то его нет, вся семья погибла. Шовахов написал, вот посмотри этот фильм обязательно. Судьба Человека, поставлен очень здорово. И он встречает мальчика, и решился его просто себе взять. Узнал, что мальчик бездомный, ночует где попало. И Алешка, кажется, его звали. Алешка, так я же твой отец. Вот это вот самый такой момент. Да, 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 да. И плачет. Папка, папка. Там без слез нельзя смотреть. Машину он останавливает, там, в кювет подворачиваю. Так, видел этот фильм? Ну, я отрывки помню, вот, видела его полностью или нет. Пересмотреть надо. И вот это, просто я ходил, размышлял, вот, когда рождается душа, отец. Папка. Абулочек. Да. Да, ну, мы так папа римский, они там называют, мы отец нам пописали, да. Отче наш. И это не просто он произносит молитву, он его обнимает, и Господь его обнимает. Касается сердца его, он переживает встречу с Богом. Вот эта встреча с Богом, о чем в православии практически не говорится. Вот Игнат Тихонич, отец Геннадий Фаст, об этом, у других, если что-то, немножко только сказать. Ну, а отец Геннадий говорит то, что он пережил, Игнат Тихонич тоже то, что пережил. Если другие не говорят, значит вы вот какой-нибудь, не пережили. Вот эта вот встреча открывается, то, что ты отец мой, это Духом Божиим. Вот и говорится в Галатам 4,6, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши, Духа, Сына Своего, вопиющего, Авва, Отче. Это вот признаки рождения свыше, что он мой отец, он мой искупитель, Христос за меня умер. Я без него погиб бы, вот это вот такое ощущение, что я погибший, и никто меня не может спасти, кроме Христа Спасителя. Вот в 94 году я это пережил, и душа стала стремиться быстрее к окрещению. Ты пережил это одномоментно, то есть это было вот прям как, как Игнатий Тихонович говорит, да, то время могу сказать, вот это вот у тебя было, или это все-таки был какой-то путь к этому, пониманию? Вот встреча с Богом, когда это случилось, когда я стал ходить на занятия и услышал голос Божий. Вот чтобы прям какую-то дату, я так не могу сказать, но апрель, апрель 94 года, то есть февраль, март, апрель, феврале я начал ходить, и уже получается вот месяц апрель. Что интересно, у меня плоское рождение в этом месяце, и у меня как спелена вот с моего дебилого ума, дебилый это, знаете, бренчанин такой термин приводит. Ну то есть ум, который помраченный, вот как пелена спадывает, Бог есть Пресвятая Троица, Христос мой Искупитель, и некий такой внутренний свет озаряет душу. И сказать другим хочется об этом, ну естественно, прежде всего я родственникам стал говорить, потом впоследствии сестра обратилась, родители обратились, крестились, все трое крестились в Потеряевке. И своим одногруппникам сказать, стремление тоже, стал с ними говорить, вот и непонимание, и ты какой-то не такой стал, с ума сошел, какой-то обычный. Да, вот это вот усыновление... У меня тоже апрель был, кстати. Да, усыновление Галатам 4.6. То, что я сейчас вот прочитал, потом, рожденный свыше не делает греха, 1 Иоанна 3.9, тот стих, который вот мы заучивали на занятиях. 1 Иоанна 3.9. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Природа у него уже не та, она обновленная. Если была плотская природа, он купался во грехе, он мог ходить и на исповедь, такой плотской человек, он исповедует, но он опять возвращается. А как освободиться? Нужна помощь Божия. Нужен тот отец, который его встретит на разваленных вот этой духовной войны, как эта вот судьба человека. Когда все разрушено, все поругано, у этих людей нету семьи, и вот он его усыновляет, и Господь находит, как притча о саморенении, о добром саморенении. Геннадий Фаст говорит о покаянии, что покаяние, оно один раз происходит. То есть, всегдашнее покаяние, покаяние первое и всегдашнее покаяние. Вот как у тебя это покаяние было? Ну, некоторые описывают, что это там чуть ли там, как говорится, не головой, как я говорю, головой в стенку, да, бился, да, как так? То есть, вот такое вот прям резкое озарение на него. Вот Андрей Смирнягин приезжал, тоже рассказывал на собрании, что вот у него было вот это покаяние, но резкое было. И вот некоторые люди тоже об этом резком покаянии. Другие говорят наоборот, что вот постепенно вот это вот приходило, то есть оно пришло, и потом только... Как это, возрастание, да, идёт? И вот это понимание, осознание. Вот у тебя было это первое покаяние? Да, вот в 90-х годах, как я уже говорил, что осознание у меня своей греховности. 14 февраля я первый раз на занятия пришёл, вторая глава от Матфея, и Слово Божие стало действовать, стремиться на занятия. Сразу же я конспектировал и осознание своей греховности. Ну, у меня, кстати, ещё и раньше этот момент я пропустил. До того, как я попал на занятия, я ходил по разным местам, то есть душа искала, где истина. У меня тоже, да. Вот. Я приходил, даже у кришнаитов был, что-то меня привлекло. Да, потом я думал, скорее всего, вкусно поесть. Ну, не только что, но искал я, где истина, либхагават-гита, там такая вот. Да, неославянство сейчас. Вот. Потом прочитал до встречи со Христом Розу Даниила Андреева. Потом узнал, что это ложное учение. Я уже в Покровске ходил и священнику на исповедь сказал ему об этом, не рассказал подробно. Это ложное учение, не православное. Но это был где-то 92-й или 93-й год. Но вот осознание своей греховности сильно у меня появилось, когда я стал читать Антония Великого. И мне подарил первый том добротолюбия священник, отец Никола, старообрядческий священник. Ну, то есть ты почву свою взрыхлил, да? Вот ты ее подготовил, ты ее полил. Да, вот это взрыхление, правильно, взрыхление шло. Я потом это осознал. В начале, когда вот это все идет процесс, ну, это как ребенок рождается. Ну, крик он издает. То есть 9 месяцев ты подшревел. Он не понимает, да, наверное, чревоношение, правильно сказать. Вот действительно правильно замечено. И вот я читаю об Антоне Великом. Великий человек, подвижник. И он осознавал свою греховность. У меня как луч такой внутри меня пронзил. А какой я тогда? Я вообще тогда земля и пепель. Но это было действительно вот только начало. А когда услышал Слово Божие, тогда полностью осознание того, что я погибший. Меня не подлатать, не исповедь. Ходи чаще там на исповедь. Ходи, исповедуйся и причащайся, как говорят пастыри невозрожденные. И стремление к тому, чтобы познать Слово Божие еще больше. И к окрещению. Необходимо окреститься. 94-й год. Это предпоследний год моей учебы в университете. Такие варианты были возможны, что меня могли в армию. У меня трудно там с учебой было. Но когда я уверовал, уже стало проще. А до этого учился, ну не очень хорошо, так скажем. Там троечки были у меня. Как уверовал, стали там четверки, пятерки. То есть уже изменился я по отношению к учебе. И такая была альтернатива, что я мог попасть в армию. Меня могли отчислить. И я стремился к окрещению. Думаю, ну попаду я, некрещенный, что будет со мной? Пшаж и в ад попадет. Просто это ощущал я на каком-то даже физическом уровне. Я представлял, что вот подо мной земля распадется. Некрещенный я прям туда попаду. И был страх такой. Это первый страх, он особенно такой запоминающийся. И все это, конечно, под воздействием проповедующего. Я ходил на занятия, старался их не пропускать. Но пропускал, когда я уезжал к родителям в Завьяловский район, в село Угилевка. Они там жили. Вот это осознание своего спадшего, погибшего состояния. И то, что нужен Искупитель, нужен тот, который поможет мне. Не просто я пришел в церковь и сдал грехи. Это потом, потом уже все на своем месте будет. А вот как говорит святитель Феофан Затворник, я это позже узнал. Я тогда еще не осознавал. Просто когда пройдет период, прошел период, да? И когда по Писанию сверяешься, были какие-то такие этапы чревоношения, рождения, было. А когда оно происходит, как-то по своей духовной молодости не осознаешь до конца, так скажем. Нужно смотреть в Писание. Писание говорит, исследуйте, верили вы, испытывайте самих себя. Вот когда на основе Писания это сверяешь, да, вот это все было, эти моменты. И желает душа освободиться от этого греховного груза. Ну, опять же, я вспомню, кинематограф, там много моментов полезных. Фильм из головы-то вылетело. Путешествие Пилигрима. Да. Я не фильм, я слушала. Тоже советую посмотреть. Показан фильм Аллегория, ну вообще это произведение Аллегория. А, черно-белый он, нет? Нет, он, по-моему, цветной. Он не так давно постановленный. Я только мультик видела, в фильме не видела. Путешествие Пилигрима. Скинешь его. Ну, хорошо. И там такой момент, когда у него греховный груз. И вот он видит распятие. И на коленях просит прощения. И груз раз, исчезает. Ну, сейчас это все компьютерная графика. Там какая-то вот мешки какие-то висят. Ему трудно идти. Он тонет. В мультфильме тоже, да, это показано? Ну, мультфильм он. Я книгу слушала, и вот я представляла, да. Понятно. Примерь к себе своим воображением. Да. И вот груз этот, но он еще не в полноте сбрасывается. Завершающий этап, это когда крещение. Крещение. Да. Крещение, вот 94-й год, 10 июля. И душа просто ликует, она освобождается. Это ощутимо, даже на физическом плане. Как будто ты и сам легче стал. Но душа несравненно ликует и радуется. Страх уходит. И ощущение того, что близко Господь, ну это действительно так. Ведь грехи же все омыты. И беседуешь с Ним, ну у меня это как бы такое субъективное мнение, как Адам в раю, так все это легко и близко. Да, да. Есть такое. Вот. Но потом такое случается, что согрешаешь, падаешь. И вот это удаляется Господь. Да, есть такое. Когда каешься, тогда приближается Господь. Да, вот у нас общее, у всех общее непременно что-то. У каждого субъективный, индивидуальный опыт. Но что-то общее, оно есть многое. И еще, кстати, я недосказал плоды Духа Святого. У такой души, которая родилась свыше. Это 1 Коринфян 12 глава. Вот апостол Павел перечисляет. Плоды, да? Милосердие, любовь. Да. Здесь апостол Павел говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные. А Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцеления, тем же Духом. Иногда говорят, что нету дарований. Есть дары Духа, а есть плоды Духа. Да, да. Вот о плодах как раз я потом еще скажу. Есть дары, а есть плоды, это верно. И когда говорят, что нету у меня дарований, нету талантов, то на самом деле, скорее всего, мы зарываем их таланты и не узнаем об этом. Какие-то дарования есть и таланты есть. Да, об этом Игнат Тихович не раз говорил, чтобы молиться и узнать, какие у меня таланты. И как послужить ими. Вот хорошо играть на гитаре, но техника прекрасная. Вот я этим тоже увлекался. Но у меня техники особой нет. Но смотрел, как играют гитаристы. Но когда это направляешься на то, чтобы славить Бога, на прославление имени Божьего. Вот это уже в нужном русле. И такая душа, рожденная свыше, она это понимает, что у нее это талант. И она будет всегда подводить к этому, к служению Богу. Вот. И дальше я прочитаю. А вот можно я тебя перейду? А, это еще прочитать, да? Про плоды. Да. Потому что у меня следующий вопрос. Какой вопрос? Что нужно делать, чтобы это рождение произошло? То есть люди-то, вот они нерожденные, они и читают, и еще что-то там делают. Но они, значит, делают недостаточно или как-то не так делают. Вопрос-то серьезный. Вот я этот стих приводил, что истина обращается к тем, которые упражняются в ней. Душа, вот он на своем субъективном опыте, тоже размышлял, вчера ходил. До того, как еще я узнал Слово Божие, до обращения, у меня желание было стремление к совершенству. Ну, на каком уровне? В школе, допустим, я качал мускулы, тогда юноши этим занимались. У меня брат занимался этим. И я смотрел, для меня был пример. Тогда Арнольд Шварценегил был примером для многих юношей. Потом занимался ушлуб, занимался карате, то есть совершенство тела. Но постепенно, когда я уже учиться стал в Алтайском государственном университете, совершенство души. Тренировать память, размышлять, философствовать. Пока еще без Слова Божия. Философия Сенеки, тренировка памяти. Я старался запоминать до 12 номеров автомобилей, потом к вечеру записывать за день. То есть желание совершенства и неудовлетворенность с собой. Я бы вот это отметил. По субъективному опыту повторюсь. То есть нужно привести себя к покаянию, правильно? К осознанию вот это. Вот таким образом, да, Господь ведет к тому, что я несовершенен. Нужно покаяние, обновление. Нужен тот, который тебя поведет, который тебе поможет. Божий, который возьмет на себя грехи мира. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть анализируя свою жизнь тогдашнюю, до встречи со Словом Божиим, встречи со Христом. Я так и думаю, что Господь как-то вел поэтапно. Еще в школе, когда беседовали, беседовал я с другом, я ему сказал, что хотелось бы стать христианином. Точнее это не в школе, а в университете уже я учился на втором курсе. Что меня к этому подвигало? То есть Господь уже как-то вел. Я в Покровский ходил в собор, тогда говорили о конце света. Вот на таком уровне спасался я. Одна бабушка сказала, действительно, это в прямом смысле, не переносном. Иди, будет конец света. Меня покрестили в кавычках, мочили лоб. Но было миропомазание. И вот с того момента я стал задумываться уже о вечности. То есть вот шаги такие были. И всегда неудовлетворенность собою, что я несовершенен. Вот такой субъективный опыт, что нужно идти к совершенству. Господь же говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Желание найти истину. А что на истину? А философия мирская, она не отвечает. И когда Пилат спросил, что есть истины, почему ответа не было? Потому что истина, кто Он стоит пред тобою? Поруганный. Но Он на это и пришел, чтобы спасти мир. И когда стал читать Библию, уже почва-то была готова. Правильно ты говоришь, что взрыхлена на почве. Как говорит святитель Анзоус, язык поведника, это плуг. Он взрыхляет ее. Вот эти все моменты, они взрыхляли. То есть, да, что я ходил в Покровский, и Господь меня не допускал к причастию. Вот так удивительно. Другие ходили, исповедовались, причащались. А меня Господь не допускал к причастию. Я до этого момента, до Отче наш, стоял и уходил. То есть, вот душа еще невозрожденная. Кто-то меня вот ввел. Я думаю, что были молитвенники на небе. У меня были родственники, прабабушка была верующая. Я ее знать не знаю, она умерла давно, но мне отец рассказывал бы. Вот. И, видимо, они молились, да и молятся. И вот так вот Господь вел. А что было бы если... Перебью тебя. Самый главный момент. Вот все-таки есть это избрание. Потому что, ну, люди могут сказать, ну, я не избран, да, и все, и как бы... Вот это вот избрание, может быть, при рождении или еще как-то вот. Мне тоже такой вопрос задавали, как Господь избирает. Да. И вот, или вот Ольга Симоненко говорит, а может быть, эта душа не записана в книге жизни. А она когда записана? При рождении уже. То есть, ну, Господь сразу знает, да, что Он не будет верующим и пойдет в ад. Вот. И как это понять? Ну, человек говорит, ну, я не записан в книге жизни, все, мне ничего не надо. Вот. Тоже момент. Ну, тут может быть отчаяние, да. Согрешить дело человеческое, а отчаяться дело сатанинское. Мы-то не знаем, записано, не записано. Вот. Вот. И у человека, который начинает исследовать на основании Писания, у него уже, естественно, подвижки к этому происходят. Поэтому, ну, да, мы со стороны можем рассуждать, кто записан, кто не записан. Но Бог знает. Нам сказано, идите благовествуйте, проповедую во время, не во время, да, чтобы души обращались. Поэтому здесь надо разобраться. Есть люди просто не книжные. Опять же, по своему опыту я вспоминаю, вот, в Потеряевке я жил 16 лет. И у нас тоже там на занятиях разговор зашел о рождении свыше. Ну, и там одна из сестер, простой человек, не книжный, хозяйка там, много работала она сейчас уже. Она говорит, ну, вот, я как-то даже и не думала. Ну, то есть, а наши рассуждения на основе Писания, они подвигают. Я ведь тоже, когда вот эти этапы становления были, ну, ходил на занятия, ходил, что я там родился, не родился, как бы, но еще не было. Ну, ребенок рождается, крик издал, ну, спроси у него, ты родился или нет? Ну, что он там покричит тебе? Ну, вот такой параллель такую провожу. Ну, и вот, поэтому, действительно, когда оглянешься назад, некая такая водимость и Духом Божьим есть, да, присущая, и избранность. Вот я разговаривал с мамой, когда еще она была жива, когда вот я пережил все это, рассказываю о том, что Иисус Христос, наш Спаситель, что Он освобождает, что с Ним можно беседовать везде и всюду, но многие, на многие вещи я говорил. Она говорит, вот ты избранный, тебе это дано, а мне не дано. Говорю, мам, от человека зависит. Ну, а я это нашел потом, когда стал читать толкование Святых Отцов, Блаженный Фефилат говорит, избрание зависит каждого, от каждого из нас. От каждого. Если не ошибаюсь, послание к римлянам это, он толкует и говорит, ну, он на основе Святителя Иоанна Златоустова. Да. Можно ли жить? И это не гордость. Это не превозношение. Просто это радостный крик, чтобы и другие это прошли, путь спасения. Вот. А те, которые плотские, душевный человек, это плотской. Он не принимает, что от Духа Божия, он сразу начинает говорить, о, ты превозносишься. Вот еще один момент, я просто, была мысль у меня, я не закончил ее, Галатом 4 глава. Здесь говорит апостол Павел с 22 стиха, Галатом 4, 22. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободных. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободных, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающего рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Ибо написано, Возвеселись неплодно, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившую себя родами. Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели умеющий мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Сгони рабу и сына ее. Ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Вот это вот стих 29. Ну и вот это все место я размышлял. Можно подвести к тому, что рожденный свыше, нерожденный свыше. И как нерожденный свыше гонит того, кто рожден свыше. Это мы видим на многочисленных примерах. Например, когда сестра наша, сестра Нина, это известно, у Тани никакой нет. Ганима там в селе в клочках, стоит около церкви и просто ее не запускает. Ганима своими, пришла к своим и свои ее не приняли. Рожденная свыше гонима нерожденными. Вот это все повторяется. Так и с каждым из нас, это в семье непонимание. И враги человеку домашнее наработили или еще где-то. Но смотри, рождение, если произошло, может ли человек потерять веру после рождения? Вот опять же. И можно ли путь верующего, как путь ребенка? У него в три года отделение идет от родителя, то есть он осознает себя. Как ты сейчас рассказывал, что все, уже начал осознавать, что это мой отец, это я, а это мой отец, он меня ведет. Потом там семь лет, потом там двенадцать, да, этот переходный возраст. И потом уже, ну как бы, мудрость наступает, да, к двадцати годам и далее. Вот, можно ли путь верующего так же, как бы, расписать, что у него есть какие-то падения, есть какие-то этапы? Да, это мы читаем в Священном Писании об этом. У пророка Ильи, который был пророк, крутой, так скажем, на расправу по Ветхому Завету. Восемьсот пятьдесят голов там заколол, написано. У него были падения, и он бежал от злой Изавели. Вот, у Давида были падения. Да, но это еще до пришествия Христова. А то, что после пришествия Христова мы читаем об этих падениях в житиях святых многочисленных случаев. И у верующего каждого. Если не пободрствует, вообще христианин может все это потерять. То есть, рождение свыше не гарантирует, да, спасение? Конечно, нет. Это уже как по-сектански можно восклицать, все, я спасен. И мы спасены в надежде, говорит апостол Павел. То есть, мы, если бодрствуем, то спасаемся. Если не бодрствуем, то теряем все это сыновство, усыновление. И раб, который знал волю господина своего и не делал по воле его, бибит будет, что написано, больше. Больше. То есть, еще наказание больше будет. Поэтому, если душа родилась, то всеми, так сказать, частями своей души и тела держаться за это. И падение происходит за ризы Христовы. Златоуст говорит, тысяча раз пал, тысяча раз вставай. То есть, не отчаиваться. Вот это отчаяние, к чему подводит дьявол. Опасная вещь. Человеку свойственно падать, отчаиваться дело сатанинское. Потому что Господь прощает любой грех. Но если ты не похулил Духа Святого, то есть, здесь уже нет покаяния. А так любой грех прощает Господь. Но не значит, как говорит апостол Павел, что будем грешить, ведь мы под благодатью никак. И тем самым он говорит. Просто это сказано для души, которая, чтобы не отчаивалась. О апостолу Петра, какое же было падение, предательство. Но однако с первоверховным апостолом стал. Господь его на этом закрепил. И пас стадо свое по совести. И был распятый за Господь. Да еще как. Вниз головой, Господи, я не достоин так, как ты. А вниз головой. Вот, кама грядешь, это показано в фильме. Вот так. То есть, конечно же, мы не застрахованы от падения. Все дело в том, что не бодрствуем. Как и Господь говорит. Молитесь и бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, а плод немощный. Ну, то есть, нужно читать Слово Божие, общение с верующими и благовестие. Да. И еще один момент, что я выше не досказал. Плоды Духа Святого. Это послание, опять же, Галатам. Пятая глава, 22 стиха. Плод же Духа, Любовь, Радость, Мир, Долготерпение, Благость, Милосердие, Вера, Кротость, Воздержание. На таковых нет законов. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вот, Любовь, Радость, Мир, Долготерпение, Благость, Милосердие, Вера, Кротость, Воздержание. Перечисляют апостол Павел. И ни одно выбросить нельзя, правильно? То есть они все должны быть Все в совокупности И если это Человек сомневается Рожден ли я свыше Ну или какие-то у него там свои нюансы Да, вот есть эти плоды Проявляются Да, мы можем падать, грешить Но это не наша природа пребывать в грехе Вот Ты сразу встаешь, как овца Какая-то там споткнулась, она сразу встает Свинья валяется в грязи И пес возвращается На плевотину свою, но это не его природа Рожденного свыше, он не может крешить Он новое творение, говорит апостол Павел Все творю, все новое Кто во Христе, тот новая тварь Тварь творения Вот, это новое творение Оно издает радостный голос И плоды Духа Святого Проявляются Ну вот, так А можно ли По человеку определить Рожден он свыше или нет Извне То есть, вот другой человек Определяет Вот этот рожден Этот не рожден И так далее Все-таки Мы можем определить В процессе общения В процессе Вот этого Братского Наставления Как вот в Крестово-Звиженской общине Свято-Анфимовской Естественно Там Собрание Дела какие-то общие Это все можно Определять На благовестие Легко идем Или не легко Ну, другие там бывают причины Болящие есть Сестры, конечно Но даже болящие у нас ходили Я вспоминаю Когда еще не было Интернета Мы ножками Как прекрасные Ноги благовествующего мира Ходили по квартирам По домам Вот откуда На техниче Это стихотворение Благая весь Кто понесет ее Я еще на музыку положил И помню Но это уже попозже Сестра Раиса Фамилия забыл В Москву-то уехала Блинников Она пошла Глаз один По-моему Ног почти полностью не видит Но она эти красные Евангелия Раздает как может Возьмите Евангелие Она простые слова говорит Но Душа радуется Она забыла В своих болячках Она еле идет Ковыляет Но могла еще ходить Но есть те Которые не ходят Но Это молитвенец Они поддерживают Нас в своей молитве Или молитвенники Вот То есть Кто-то не пошел Но Братья Я готов Ну вот У меня тут колено Уже все Этот глаз уже не видит Но я помолюсь То есть Он уже соучастник У нас тоже Выходит К сожалению Выходят немногие В чатрулетку Я вот сестрой говорил Ольге Вот когда она с тобой Там уже Сообщалась Уже получила Ну как говорится Инструкцию Как этим пользоваться От тебя И она говорит Вот дома сидишь Никуда ходить не надо Ну так естественно Это так легко А люди-то разные Учись Говорить Да Там где-то ошибешься Ну и Каждый ошибается Не бойся этого Где-то встретится Там какой-то такой Ну переключи Ты не можешь С ним говорить Да Пред нами Это Разные Мелькают Но душа радуется Я сказал Благую весть Где-то ошибся Не так сказал Ну радуется Может Бог даст Придет она Это уже от Бога зависит Нам сеять нужно Сеющий Насаждающий Ничто Но все Бог Возвращающий Да Который Все это растит Что там В душе У человека Поэтому Вот Такой момент Я запомнил Сестра пошла И говорила Ну Конечно Мало Ревностных Наверное Такой момент Бывает Что Люди Не получают Дары А потом Может быть Угошение Происходит Потому что Ревновать Нужно О деле Божьем Постоянно Иначе Мы просто Ну Покрываемся Как говорится Плесенью То есть Любовь Угосает Да Как вот Плотская Любовь Например В семье Так вот Можно ли С семьей Сравнить Отношения Там Влюбленность Первая Когда только Создается Семья А потом Это идет Угасание Потом Как говорится Переел И опротивил Да Да Конечно Семья Это Малая Верующая Семья Это Малая Церковь Домашняя Церковь И Семья Кузница Любви Поэтому Конечно Можно Сравнить Что Если Мы ждем Только Семье Любви Ко мне Кто Такой Человек Эгоист Дай Дай А Любовь Она Троякова Рода Да Вот Что Имеется Ввиду Под словом Любовь Это Эрос Ну Увлечение Плодское Влечение Да Филиас Дружба Когда Уже Это Повыше Дружба Между Например Очень Яркая Дружба Между Давидом И Анафаном В Ветхозавете Это Пример Для нас Заветный И Высшая Любовь Это Агапа Это Когда Жертвенность Когда Мы Жертвуем Не то Что Меня Любить А Я Люблю Люблю Жену Детей И В общину Это Можно Перенести В духовную Семью И так Далее То Конечно Жертвенность Она У тебя Проявляется Или Там Низкие Интересы Рожденный Свыше Он Будет Проявлять Жертвенность Стараться Это Проявить Ну Вот То Все Таки Желание Обратить Близкого Кто Мой Ближний Тот Кто Милость Проявил Желание Обратить Близкого Это Как Раз И Тоже Одна Из Лакмусовых Бумажек Рожденного Свыше Да Желание Сказать Ближнему Это Несомненно Его Спасти Пусть Даже И Он Только Ну Вот Как Например Господь Говорил Исцеленному Бесноватому Иди Благовествуй Вот Какое Там У него Образование Никакого Он Только Сейчас Исцелился Христа Здесь Не Принимает А Ты Иди Расскажи Город Вселение Что Сотворил С тобой Господь Это Было Уже Благовестие Чтобы Люди Все Таки Разумились Которые Отвергли Христа Иди Мы Не Хотим Тебя Здесь Мы Этой Скотской Свинячьей Жизни Живем Продавали Тут Свиней А ты У нас Наш Бизнес Разрушил Пришел Карантин На нас Наложил Еще Как-то Там Можно Сказать Да Да Ну А он Пошел Благовестовал И тут Не обязательно Семи пять В лбу Надо быть А одному Дано Это Аудитории И на радио Выступать Занятия Вести Другому Пониже Там Занятия Может по скайпу Третьему Еще Как-то Но Всегда Будет Такая Душа Говорить Каждый День Читать Слово Божие Говорить О Христе Если Он Не Сказал Он Воздохнет Горе Мне Что Я Никому Не Сказал Горе Что Я Не Потребствую Да Это Как Дышать Для Него Как Дышать Как Питаться Нормально Потребность Такая Так И Это То Рожденного Свыше Это Потребность Действительно Это Если Сравнить Вот Так Но Так Вот Еще Хотелось Бы Заметить Может Быть Ну Кто-то Будет Это Смотреть Ролик И Не Знает Что У Ина Тихонича Открытым Оком Вопрос Есть 1507 Это Том Шестой О Рождении Свыше Вот Я Это Тоже Приготовил Коль Компьютер У Нас Компьютер У Нас В Кавычках Так Скажем Не Родился Свыше Что-то С ним Произошло Я Ссылочку В Ролике Оставлю Наверное Начитан Этот Вопрос Ссылочку Сделаю Да Он Корее Начитан Но Я Просто Вопрос Прочитаю И Короткий Ответ Весь Ответ Я Не Буду Большой Вопрос 1507 Шестой Том Вы Постоянно Говорите О Необходимости Рождения Свыше И Что Православие Этой Теме Не Посвящено Ни Часа За Все Годы Я Уже Не Раз Слышал Про То И До Конца Не Пойму Что Мне Это Может Дать Если Я Уже Давно Хожу В Церковь Очищаюсь И На Исповеди Бывают Часто И Духовный Отец У меня Очень Строгий Духовник Каких Не Каждый Может Сегодня Найти Ответ Отвечает Игнать Тихонович Лапкин Коротко Двоеточие Признание Себя Погибшим Грешнику Запятая Уверовать Во Христа Запятая Принять Его Своим Спасителем Запятая Что он Умер Именно За тебя И жизнь Святом Духе После Принятия Прещения Святых Таинств Церкви Христовой Точка Вот Предложение В этом Все Коротко И емко Заключено Ну а Дальше Уже То что Начитано Я не буду Читать Есть такая Книга Петра Иванова Тайна святых Которую мало Кто читал Но многие Ее ругают А мне Она дала Радость Если вам Это будет Полезно Вот Выдержки Из нее Ну Мы читали Эту книгу Тайна святых Потеряевки На занятиях Ее читали Вот Но там Игнать Тихонович Именно Взял То что Полезно Для Православных Христиан Там Не все Просто Ну я Попреждаю Там надо Фильтровать Не все Принимать А вот Эта тема Раскрыта Правильно Рождение Свыше И вот Эти Шаги Можно Кстати Вспомнить Святителя Феофана Затворника Когда Он Прекрасно Говорит О благодати Трехступенчатой Призывающей Обращающей И освящающей Эти Все Три Ступени Рожденного Свыше Он Проходит Вот И Нужно Сверять Нам Очень Сейчас Легко Сверять Я Вот Все Представляю Первые Христиане Они Не читали Священное Писание Были Неграмот Но Услышали Благую Весть Вот И мне Нравится Одно Выражение Проповедника Он Не Православный Говорит Живите Так Ну Подобно Как Первые Христиане В таком Накале Что Как будто Вчера Христос Был Распят Сегодня Воскрес А завтра Придет Судить Мир То есть В таком Напряжении Накале Духовно Апостол Павел Так и Жив Тогда Вот Это Первопостольское Время Было Ожидание Христа Что Он Вот Вот Придет Последние Времена Начал А Действительно Для нас И так И есть Оно Будет Пришествие Есть Притча Когда Там Одной Женщине Сказали Что К тебе Христос Придет Я Скинул Несколько Смотрел А она Его Не Углядела То Он В простых Таких Моментах Приходил Там Мальчик Там Еще Кто-то Ну И Это Есть И У Толстого Рассказы Тоже Об этом Или Рассказ Леонид Вот Как Господь Приходит Вот Он Нас Посещает Различным Образом Только Слышим Лим Голос Его Не касается Не Накормили Да Если Вы Меня Не Посетили В больнице Да Где же Мы Тебя Видели Голодным И Алчищем Ну И Вообще Здесь Если Кому Более Подробно Из Трудов Игната Тихонича Это Сайт Во Свете Библии И Вопросы Ответы Тема Называется Рождение Это Номер 43 43 Вот Здесь Очень Много Освещено Таких Вопросов Что Касается Именно Рождение Свыше Вопросы Ему Задавались Там Еще На Занятиях И В разных Аудиториях Ну Когда Живое Свидетельство Оно Всегда Ближе В душу Проникает Больше В душу Вроде Читаешь Что-то Своё Представляешь Когда Видишь Человека Когда Он Горит Ой Я Когда С Игнать Тихоновичем Пообщаюсь У меня Все Внутри Аж Дрожит Как Камертон Заряжаешься Этой Энергией Ребячество Я говорю Как Мальчишка И Летишь Ну Да 82 82 Год А По 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 Своей Жизни Я не знаю Лет 30 Наверное Или Еще Дальше Вот Они В старости Написаны Сочные Плодовитые Сверные Чтобы Возвещать Слово Божие Ну там Не так Дословно Примерно Смысл Чтобы Возвещать О том Что Благ Господь Я тоже Ощущаю Как Что Мне Лет 30 Кстати Тоже В интернете Интересные Моменты Были Канада Мне тут Чат Рулетки Выпало Ну там Мужчина Лет 40 Я стал Благоуставательным Старый Нет Тот Из США Был Из Калифорнии Кажется Из штата А это из Канады Русскоязычные Несколько раз Вот из Канады Мне Как раз Попадались И Разговорились Я ему Благовестую Я уже Старый Как Старый Сколько 44 Я говорю Так Так А мне Сколько Дадите Посмотрел Ну лет 30 Я говорю Мне 47 Я старше Вот и все То есть Я вот Себя тоже На таком уровне Сколько Вот Интересного У нас Общения Вот эти Занятия Благовестия Распространение Евангелия Французские Евангелия Распространяю Выписали Снова Партию Ну Бесед Таких Конечно Немного Я Немного Могу Засвидетельствовать Вот Но Иногда Есть желание Переводчик Подключаю Сейчас Чудо техника На смартфоне Переводчик Тогда уже По полной Программе Могу Аудио Переводчик Да И аудио Но я пользуюсь Текстовым Переводчиком Аудио Обычно Я его Отключаю И Были Свидетельства Шефа Свидетельствовал О втором Пришествии Что сейчас Признаки Пришествия Налицо Галады Моры Землетрясения Вот Ну И Стал молиться За них А тут На работе Что удивительно Я не ожидал Поехали Мы там Смотреть Новый Объект Заходим Там К одному Человеку У него Распятие Такое Только Что Оно Видно Сделано И запах Краски Покрашено Распятие Четыре Метра Высотой Установить Нужно Распятие Вот Наша Задача Там Надо Забетонировать Четыре Метра Это Высокое Ну Это Как И В России При Въезде И Выезде Каждом Городке Кресты Стоят Ну Или Почти В каждом Здесь Я Точно Не знаю Может Быть И был Там Остался Фундамент Может Со Временем Там Упало Или Распятие Распятие Деревян Испортилось И Новое Восстанавливать Будем Вот И я Уже Так Стал Молиться Господи Коснись Ты Нам Являешь Образы Чтобы Люди Которые Окружают Меня Там Болтыны Насмешники Есть Которые Ну Не Давайте Святыне Псам Не Бросайте Жемчуга Перед Свиньями Написано Стал Молиться И Вот Такая Работа Восстановление Распятия Вот У нас Андрей Дробот Был В общине Может Ты Слышала О нем Я Его Видела И Видела Он Мастер По Резке Дерево Он Распятие Такие Делал И Дарил Вот У нас Когда Мы Поженились Анной Он Нам Подарил Это Распятие Ну Маленькое Мастер И Здесь Христос Врос Человека Ну Конечно Меня Это Касается Я Сразу Просто Молиться Стал Когда Стою Ну А Люди Мира Сего Они Конечно Там Что-то Кто-то Шутит Даже Я Где-то Не Допонял Может И Хорошо Что Я Не Допонял Не Знаю Вот И Вот Господь Являет Такую Милость И Здесь Еще Среди Католиков Которых Мы Не Знаем Есть Ревностные Которые Греха Открытого Они Выходили Это Еще До Моего Приезда Сюда Вот Которые Умирают На Молитве Как Это В Городе Ницца Был Недавний Случай Как Причислили Это К Теракту Когда Женщина Надин Надя Надя По-нашему По-русскому Склонилась На Молитве Католичка И Забегает Этот Убийца И Голову Отек Вот Я Как Сознание Мое Принимает Что Это Мученица Потому Что На Молитве Умерла За Христа Им Вот А Других Я Знаю Немного Там Был Служитель Церкви Его Тоже Убил Служитель Что Он Там Делал Мирянин И Еще Одна Женщина Она Выбежала Уже Израненная Где-то На Улице Умерла Около Кафе Кажется Из Бразилии Приехал По-моему Туристка А вот Это Надин Как раз В этот Момент На Молитве Господь Так Попустил Что Убийца Ее Так Что У Бога Всего Много Добрых Людей Игнать Тихонич Тоже Говорит Об И На Своем Под Убеждаешь Спаси Христос За Молитвы Вот И У вас Всех Пользуясь Таким Случаем Что У нас Беседа Поклон Передавай Поклон Всем Братьям И Сестрам Я Недавно Беседовал С Татьяной Кузьминичной О Ватсап Хорошо Поговорили Часть Чудо Техника И С отцом Акимом На этой Неделе Беседовал У меня Хороший Интернет В любой Точке Здесь Нашей Области Раньше Когда Старый Телефон Ну Как он Старый Модель Не знаю Какого Года Выпуска Они же Каждый год Меняются Он Не ловил У меня А тут Отец Аким Звонит Мы В машине Сидим Я Включил По Ватсап И Побеседовал Очень Хорошо С ним Когда Ездил Тут Всей Семьей Мы Ездили По Бумажным Делам Так Сказать Наш Районный Центр Вот И С Татьяной Кузьминичной Переговорили Ну То То Конечно Постоянно Вот Эта Помощь Молитвенная Ощущается Можно Сравнить Что Как Мы были В этих Поездках Когда Господь Нас Хранил От Внезапной Смерти От Еще Кого То Наверное Вечности Раскроется Был Такой Момент На Юге России Мы Ночевали Я С Братом Николаем Кручиной Нашим Дальнобойщиком В палатке А Игнать Тихонич В Газели И Собака Была Рядом Привязана И И Идет Человек С Фонариком Собака Это Залаяла Наша Собака Сколько раз Оберегала Чудесный Моп Ураган Был С нами Да И Он Как залает Мы же Проснулись И смотрим С фонариком Человек Он Сразу Нас Стал Дугой Большой Дугой Обходить А вот Не Не Будь Собак Что Было Бог Знает Может Какой-то Злоумышленник И Господь Нас Хранил И В процессе Движения Сколько раз Убеждался Вот Эта Молитва И тут Тоже Оно Ощущается Молитвенная Помощь Что Спаси Христос На себе Ощутила Да И тебя Спаси Христос Брат За Такую Беседу Душевную Теплую Благослови Вас Господь Сестра Еще Вспомнил Тоже Хотел Есть Такая Певица Светлана Копылова Может быть Слушала Ее Песни Я Вчера Немножко Справки Она Кажется Сама Автор Этих Песен Стихи Сама Пишет Вот И У нее Есть Песня Близнецы Не Слушала Нет Когда Это Притча Песня Близнецы Ну Можешь Набрать И Послушать Когда Два Близнеца В утробе Мамы Начинают Беседу А Да Ты Знаешь Будет Другая Жизнь Да Да Слышал Мы Там Да Ну Ты Че Ты Рот Какой Это Да Как Мы Будем ходить Ножками Мы Даже Кушать Будем Тот Смеется Над Ним То Верующий Неверующий Ты Знаешь Я Ощущаю Что Мама Она Вокруг Нас Ну Как Бог Верующих Верующих Ощущает Она Даже Поет Нам И Поглаживает Нас Да Ну Это Бред Какой Ты Несешь Так Интересно И Вот Действительно Я Тут Провел Такой Параллель Рожденный Свыше Нерожденный Свыше Нерожденный Свыше Он Будет Этим Жить И Дышать Этим И Постоянно Говорить Об этом Бог Есть Христос Пришел В мир Чтобы Искупить Нас Он Мой Спаситель Он Наш Спаситель Да Нужна Встреча С Богом Не Просто Хождение Вот Мы Говорим Часто У нас На занятиях Эти Вопросы Поднимаются Как Говорить Тем Которые Прихожане Ну Некоторые Могут Долго Там Ходить А Некоторые Прохожане Наш Прихожане Вот Это И Беседа Что Рожденные Свыше Нерожденные Они Люди Которые Приучены Так Традиционно Ходить Чаще Исповедоваться Чаще Причащаться А Улучшений То Нет Вот И Я Вспомнил Тоже Эти Дни Хожу Когда Мы Договорились С тобой Встречи Думаю Ага Ну Такая Притча Песня Есть Интересно Надо Нам Родиться Свыше Это Конечно О чем Мы Не Затронули Это Иоанна Третья Глава Восстание Человечества Падшем Бытие Третья Глава Падение А Иоанна Третья Глава Восстание И Там Как Говорит Никодим Никодим Как Это Может Быть Плоской Человек Как Это Может Быть Что Ты Не Рассказываешь Ты Избранный Да И Начинается На тебя Гонение Или Ропот Как Я Галатом Читал Четвертую Главу Да Оказывается А за что Меня Гоните А все Желающие Жить Благочестиво Христе Иисусе Будут Гонимы Все Если Нас Не Гонят Значит Мы Что С Ропот Недовольство Кулатом И так далее Рожденность Выше Нерожденность Выше Ну вот Так Ревность Зависть Ну Все Всего Божьих Благословений Слава Христу Слава Христу Пойдем В храм Если Есть Какие Вопросы Да Можем Выходить Вот так Обсуждать Да Можем Договориться Ну В субботнее Время Это удобнее Всего Да Поклон Всем С Богом И Отцу И Химу С Богом Ради Господь И Матерь Божья С Богом С Богом